Рабочие корпуса 5-й больницы в Свердловском округе построены еще в прошлом веке. Они по-прежнему функционируют. Сюда прикреплены 30 тысяч человек. Здесь расположен единственный в городе отдел сестринского ухода для пожилых людей. Собственными силами ремонт внутри здания удается производить. А вот с благоустройством территории уже проблемы. Район сложный, да, очень криминогенный район. То есть постоянный большой проход людей к железнодорожному вокзалу. То есть здесь два пути, две лестницы спускаются к железнодорожному вокзалу. И вот эти мигрирующие потоки, конечно, очень усложняют. Большое количество очень машин проезжает, как пациентов, так и не пациентов. По закону все медучреждения должны быть огорожены. Но у этой больницы целый ряд сложностей. Между корпусами стоит жилой дом с прилегающей к нему детской площадкой. На территории больницы установлены несанкционированные гаражные блоки. А сама земля охраняется ЮНЕСКО. Ведь раньше тут располагалась стоянка древнего человека. Руководством больницы проведена большая бумажная работа. На территории проводились археологические раскопки. Зная сложности бюрократии, на помощь решил прийти депутат законодательного собрания Владимир Матиенко. Мы договорились, что вместе с руководством поликлиники пойдем к министру здравоохранения, обсудим этот вопрос с тем, чтобы решить эту серьезную проблему и больницы, поликлиники, и людей, которые здесь рядом проживают. Его поставили в курс всех дел, показали территорию, обозначили камни преткновения. Согласно генплану, который уже есть у больницы на всю работу, а это установка ограждения, пропускной пункт, асфальтовые дорожки, скамейки для пациентов и ремонт фасадов больничных корпусов нужно 7,5 миллионов рублей. Депутат обещал приложить все усилия.